Ежедневный рекорд Ежедневный рекорд индекс Московской биржи обновляет исторические максимумы 1. Коммерсант от 30 января 2019 года, 15 часов и индекс Московской биржи спустя 2 дня после установленного рекорда вновь обновил исторический максимум 2509,5 пункта Этому способствует благоприятная конъюнктура нефтяного рынка, а также спрос на ценные бумаги развивающихся стран со стороны иностранных инвесторов При этом дальнейший рост российского рынка определяется во многом внешними факторами, в частности, итогами заседания Федеральной резервной системы, ФРС, США В среду индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2509,5 пункта, всего на 0,4% выше закрытия вторника При этом предыдущий рекорд 2502,73 пункта был установлен всего 2 дня назад Тогда этому способствовал резкий рост котировок акции «Русала», с которого были сняты американские санкции В последние дни уверенный рост демонстрировали нефтегазовые компании, которые и обеспечили достижение рублевым индексом нового исторического максимума Участники рынка отмечают, что российский рынок уже не один день торгуется вблизи исторических максимумов По словам инвестиционного стратега БКС премьера Александры Бахтина, этому способствует целый ряд факторов и приток капитала в бумаге развивающихся рынков И нахождение нефти выше отметки в 60 долларов за баррель, и отсрочка по санкциям Действительно, пока иностранные инвесторы довольно лояльно относятся к рискованному российскому рынку По данным EPFA, за первые три недели в инвестфонды, ориентированные на Россию, пришло более 210 миллионов долларов С.М. Твердый знак от 21 января Впрочем, в основном это были глобальные фонды, чьи инвесторы ориентировались в целом на развивающие рынки И с начала года они инвестировали в эти рынки 5,7 миллиарда долларов Кроме того, по данным агентства Reuters, сегодня котировки нефти На спад рынке превысили 62 доллара за баррель и находятся вблизи максимума за последнюю неделю За прошлый год индекс московской биржи вырос более чем на 12%, что стало одним из лучших результатов среди индикаторов развитых и развивающихся рынков С начала года российский рублевый индекс вырос на 5,5% Долларовый индекс РТС вырос с начала года почти на 12% и в настоящее время находится чуть ниже уровня 1200 пунктов Однако этот результат более чем в два раза ниже максимума, достигнутого в апреле 2008 года Почему МВФ вновь понизил прогноз глобального роста вместе с тем участники рынка отмечают, что сегодняшний рост по индексу мосбиржи символический, да и больших покупок не происходит Как отмечает аналитик ГК Фином Сергей Дроздов, судя по объемам торгов на московской бирже, о заходе крупных инвесторов на российский рынок акций речи не идет По его словам, на фоне накопившихся рисков, связанных с перспективами роста мировой экономики, крупный капитал ищет так называемые защитные идеи, паркуя деньги на долговом рынке и в резервных валютах Покупки же на фондовом рынке носят точечный спекулятивный характер и касаются во многом наиболее ликвидных акций, отмечает эксперт По словам Александра Бахтина, сегодня в центре внимания инвесторов будут итоги заседания ФРС Если американский регулятор не будет повышать ставку и подтвердит, что повышений в нынешнем году будет меньше, чем прогнозировалось ранее, одно повышение вместо двух, российский рынок получит внешний импульс к продолжению роста, считает господин Бахтин Дмитрий Михайлович